В Москве, в Большом Кремлёвском дворце, собрались депутаты Верховного Совета СССР. Накануне состоялся пленум ЦК КПСС. Решение пленума, положение и выводы, содержащиеся в речи Леонида Ильича Брежнева, имеют огромное значение для деятельности партийных, советских и хозяйственных органов страны. Горячо приветствовали депутаты и гости генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС. Первое совместное заседание палат проходило под председательством председателя Совета Союза депутата Шитикова. С докладом о государственном плане экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы, в государственном плане на 1982 год и в ходе выполнения плана в 1981 году выступил заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР, депутат Байбаков. Он подчеркнул, что государственный план на 11-ю пятилетку разработан в соответствии с решениями, принятыми 26-м съездом партий. В плане предусмотрены конкретные пути и средства притворения в жизнь долговременной экономической стратегии КПСС, направленной на неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа. Пятилетний и годовой планы, подчеркнул докладчик, воплощают твердый курс на социально-экономический прогресс советского общества. С докладом о государственном бюджете СССР на 1982 год и об исполнении бюджета за 1980 год выступил министр финансов СССР, депутат Гарбузов. Бюджет обеспечивает необходимыми средствами поступательное развитие народного хозяйства, рост благосостояния советских людей, укрепление обороноспособности страны. Планы, рассмотренные 6-й сессией Верховного Совета СССР 10-го созыва, это научно обоснованная программа дальнейшего укрепления могущества нашей Родины.